Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С! Сегодня мы с вами рассмотрим такую тему, как регистрация справки о сумме заработка для расчета пособий, входящую в программе ZOOP Корп. Редакция 3. Для регистрации в программе данных и справки о заработке для расчета пособий, предоставленной сотрудникам, предназначен документ «Справка для расчета пособий», входящая. Она находится в разделе «Зарплата» «Справки для расчета пособий». Чтобы не искать, нам вот здесь не вычитывать, мы можем через поиск набрать «Справки для расчета пособий». Открылась форма по кнопочке «Создать». В поле «Организация», если мы ведем несколько организаций, выбрать нужную, указываем дату регистрации документа в информационной базе, по умолчанию указывается текущая дата компьютера. В поле «Сотрудник» выбираем сотрудника, который предоставил справку о сумме «Заработка для расчета пособий». В поле «Страхователь» необходимо выбрать предыдущего страхователя, предварительно введенного в справочник работодателя. Давайте посмотрим, показать все. У нас, видите, с вами здесь нет. Можем ввести его сюда, либо через раздел «Настройка работодателя». Давайте выберем здесь наименование «Организация» и «Организация». Соответственно, выбрать. В поле «Период с ИПО» в информационных целях указывается период работы у предыдущего страхователя. Давайте здесь выберем 2019 год с 7 января по 2019 год по 29 марта. В табличной части по кнопке «Добавить» вводим сведения о заработке. В колонке «Расчетный год», год за который предоставляются сведения о заработке. В колонке «Заработок» сумма выплаты иных вознаграждений, произведенных предыдущим работодателем, страхователем в пользу сотрудника, на который были начислены страховые взносы ПСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В колонке «Дни болезни», ухода за детьми и прочее, сведения об исключаемых периодах, количество календарных дней, приходящихся на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, периоды освобождения сотрудника от работы с полным и частичным сохранением заработной платы. Напишем «Один». И кнопка «Провести и закрыть». Видение о заработке для расчета среднего заработка для пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам также можно внести непосредственно в документе больничный лист, с помощью которого производится расчет этих пособий. Для этого на закладке «Главное» нажмите кнопку «Изменить данные для расчета среднего заработка». Соответственно, заходим в раздел «Зарплата», «Больничные листы» и по данному сотруднику на вкладке «Главное», как я говорила, ставим галочку «Учитывать заработок предыдущих страхователей». Является продолжением листка нетрудоспособности и необходимо выбрать листок нетрудоспособности. На этом у меня все. Если у вас вдруг возникнут вопросы, оставляйте их под этим видео, мы обязательно на них ответим. А я вам желаю хорошего дня. До свидания.